Эта компания по производству прохладительных напытков, джемов и консервов. Она больше 20 лет экспортирует свои товары в Россию, которые являются их главным покупателем. Введения против Москвы западных санкций резко сократили возможных взаимных расчетов в долларах и евро. В последний год основные поставки компаний в Россию уже были в рублях. В последние годы наши основные поставки уже были в рублях, так как наша собственная компания в России занимается дистрибьюцией наших товаров, то мы решили перенести риски валютные, контролировать здесь, в Армении. До сих пор еще есть у нас долларовые контракты, поставки, но так как мы знаем, что уже последние банки в скором времени уже закроются в России, отказ от доллара наступил на пике экономической кооперации Армении и России. В прошлом году доля Москвы во внешней торговле Еревана возросла почти вдвое и составила свеча 5 миллиардов долларов. Это 35% всего товара оборота. Такой скачок многие эксперты объясняют в том числе реэкспортом товаров из третьих стран, ведь их прямые поставки в Россию прекратились из-за санкций. В то же время уход западных компаний с российского рынка позволил армянским поставщикам расширить свой бизнес в России. После февраля 2022 года основной валютой для торговли с Россией является рубль. В незначительных случаях торговля осуществляется в драмах. В прошлом году имело место по сути историческое событие, когда Московская биржа начала торги армянским драмам. Пока что армянский драм не успел укрепиться в качестве средств оплаты торговых операций. В целом это приведет также к сокращению уровня долларизации армянской экономики и позволит компаниям избежать транзакционных расходов при денежных переводах, делая бизнес-среду более прогнозируемой. Казалось бы, то, что Армения и Россия прекратили взаимные расчеты в долларах, двум странам только на руку. Однако это тает в себе и валютные риски для тех производителей, которые приобретают свою серию из третьих стран. Определённый сегмент бизнеса пока продолжает оставаться зависимым от доллара. В любом случае у нас все рублевые операции не с нашим дистрибьютором, который наша компания, они будут оговаривать долларовые, так сказать, курсы. То есть в случае колебаний, допустим, на 5% и более, цены будут пересматриваться. Ну это, конечно, будет дискомфорт и для нас, и для покупателя. На первые месяцы 2023 года статистическая информация о том, какая часть коммерческих сделок осуществляется в той или иной валюте, пока отсутствует. Согласно прошлогодним данным, в начале 2022 года в расчетах между странами ЕС доля американского доллара сократилась до 20%, а евро – до 7%. Одновременно платежи в национальных валютах достигли 74%. Следует отметить, что в целом торговля в национальных валютах без посредничества валюты третьих стран имеет положительное значение, так как защищает торговых партнеров и предпринимателей от рисков в связи с колебаниями курсов валют третьих стран. Они полностью искусственны и не связаны с развитием экономики торгующих стран, поэтому управление вытекающими из этого рисками предполагает дополнительную нагрузку на предпринимателей. В целом, додолларизация в глобальных масштабах была запущена давно. Происходило это за счет появления новых экономических центров, но евразийского континента она касалась в меньшей степени. Основные экспортные товары России – газ, нефть и нефтепродукты – продавались в долларах. Теперь все изменилось. Хотя иностранная валюта, особенно для Армении, будет востребованной, но курс на замещение доллара в межнациональных расчетах приобретает необратимый характер. Аршалусь Мигдасян, Сиджит Хиэн, Ереван